добрый день друзья сделал небольшое видео про револьвер который мы видим часто в кино в одном из сериалов по-моему netflix walking dead это у нас кольт питом 357 карибре ствол 6 дюймовый вот что по нему сказать 6 зарядный красивый я поменял на нем ручку поставил хоговскую довольно удобнее сидит в руке оригинальную снял вот она чтобы так сказать не за нашивать что можно сказать по нему в тире стреляю из него на 70 75 метров легко на 100 метров тоже неплохо 50 вообще в легкую вот сам по себе тяжелый естественно у него рамка будет l получается как в смит весом 44 калибра такой массивный проверял я его какого он года он 70 1973 года вот здесь еще не было в это время таких как сказать заусенцев а резкий такой здесь на 80-х годов здесь стало так немного со скосом сейчас а тогда было так не знаю как объяснить что у него красивый обалденный вид 4 дюймовый конечно получше но какой есть я не жалуюсь потому что он мне достался как подарок друг подарил когда во франции тоже есть щедрые люди друзья не удивляйтесь у него просто подарил у него есть еще один точно такой вот я за него ни копейки не заплатил а так он стоит сейчас даже бушный от полутора до двух тысяч а новый за две две триста две пятьсот вот в тире просто отлинно отменная вещь что у него по прицельным так можно регулировать право влево вверх вниз большой вот этот как называется хвост этот для взвода на курке естественно внутренний боёк предохранителем от случайного выстрела очень мягкий спуск двойного и одинарного уже затронулся слегка и бам но лучший спуск который я видел это был у меня smith с 19 который я продал уже давно вот в тире очень хорошо тем более что у него длинный ствол позволяет стрелять на длинной дистанции в 357 калибре не проблема но в реальной ситуации скажем так как в фильме волкин дед разве что вот так на плече носить как охотничьи ружья а так он будет конечно не особо как сказать потрозетель по-русски не особо практично по сравнению например вот с этим майноринчик ствол трехдюймовый смотрите что из этого получается это можно вносить в заднем кармане джинсах никаких проблем удобненько бах-бах и все вот этот весит он да как дикий кабан взрослый ну и но очень длинный ствол возьмем например сравнить эти дюймовый 1111 и этот все скажем по ручке так видите насколько вот на три пальца длиннее и тяжелый ну если долго прицельно стрелять клюет вниз немного стола вот а так в принципе отличная пушка здесь вот нарезки небольшие на спусковом крючке здесь очень удобно руке сидит очень хорошо без чувствуется сразу эти вентиляционные дырки не на как называется вот видно фрезеровка внутри вот она по полукругу так хоп с этой стороны с этой стороны уже нет то есть фрезеровался он оттуда вот ну что сказать отличная игрушка внутри разбирать не буду разбирала по сравнению с время смит и весом или другими кольтами как говорится виногаз по-французски по-русски будет там но очень запутано все этими всеми маленькими ресортиками маленькими запчастями такой запутанный механизм очень сложно поэтому говорят что если он там что-то поломается очень трудно отрихтовать вот их не единорог кольт овский ну вот принципе все вырезав здесь нету на гильзы только вот так она идет получается гильза вот ну вот принципе все кольт питон 357 новая игрушка как говорил сергей тол для голливудских любовников вот кто может себе позволит покупайте пожалуйста я в его никогда в жизни не купил денег нет никогда не будет откуда старые бабки молодые сиськи но раз друг подарил то дарьному коню в зубы не смотрят все мир всем пока